напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать сегодня вспомним интересные продуктовые факты и так в каком году в ссср появился первый автомат с газировкой а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в ссср первый автомат с газировкой появился в 1937 году столовой смольного дворца потом такие же стали устанавливать буквально везде купить можно было либо просто газированную воду за копейку либо с сиропом за три стаканы были многоразовыми как называются эти конфеты трюфели представляют собой шоколадные конфеты с начинкой из ганаша представляющий собой крем из шоколада сливок и сливочного масла а названы конфеты трюфели в честь одноименного гриба из-за схожести по внешнему виду какая часть валериана используется для изготовления успокоительного лекарственным сырьем считаются корневища и корни валерианы содержащие много эфирного масла стеариновую кислоту флавоноиды дубильные и прочие полезные вещества валериана применяется в качестве седативного лекарственного средства и как спазмолитик обладает также желчегонным действием увеличивает секрецию желудочно-кишечного тракта расширяет коронарные сосуды где трещит у человека который ест с большим аппетитом если интенсивно работать челюстями можно действительно услышать хруст за ушными раковинами объясняют это так кость проводит звук лучше чем мягкие ткани и когда человек активно живет хруст и чавка не достигают барабанных перепонок через кости нижней челюсти и сустав расположенный за ушами если жевать лениво звуков не слышно когда подают дежестивы дежестивы это напитки которые пьют после еды считается что они способствуют улучшению пищеварения как правило дежестивы более крепкие чем аперитивы подающиеся перед трапезой обычно это коньяк-арманьяк и прочие разновидности бренди и виски при какой фобии человек боится сыра тура фобия это боязнь сыра может распространяться как на отдельные сорта так и на всю продукцию в целом как правило фобия бывает вызвана какими-либо травматическими воспоминаниями чаще всего вызывают страх сыра и крупными отверстиями и с плесенью национальным блюдом какой страны является лютениса это болгарская закуска из помидоров и сладких перцев в состав блюда также входит чеснок петрушка растительное масло уксус молотый черный перец соль сахар иногда к перечисленным овощам добавляют баклажаны репчатый лук морковь закуска отличается острым вкусом какую рыбу принято подавать к рождественскому столу в чехии чехии одним из главных блюд подаваемых в сочельник является рождественский карп его предварительно вымачивают в пахте а потом обжаривают в панировке или запекают целиком и подают с картофелем чешуя карпа считается символом богатства ее кладут под тарелки на рождественском столе и носят в кошельке какое блюдо готовили герой этого мультика рататуй это американский полнометражный анимационный фильм режиссера бреда бёрда эта история о крысенке риме который хорошо разбирается в кулинарии мечтает стать профессиональным поваром в рецепте рататуйя от крысенка нет ничего сложного кроме того что все овощи необходимо аккуратно порезать и разложить по форме для запекания что из этого является названием ликера адвокат это голландский яичный ликер представляет собой смесь виноградного бренди и гного сам по себе ликер настолько густой что его невозможно пить только есть ложкой поэтому адвокат чаще используется в составе коктейлей как называется кофе с мороженым глиссе это холодный напиток на основе кофе с добавлением мороженого сначала кофе варится в турке или кофемашине после чего охлаждается до 10 градусов затем в кофе добавляется мороженое около 25 процентов от общей массы какая страна является мировым лидером по производству картофеля мировым лидером по производству картофеля является китай в этой стране ежегодно выращивается около 96 миллионов тонн что составляет около 22 процентов мирового рынка в индии выращивается около 46 миллионов тонн в сша 20 миллионов тонн а белоруссия где картофель является национальным символом производит только порядка 6 миллион тонн в год как называется наклейка на горлышке бутылки кольеретка это этикетка наклеиваемая возле горлышка бутылки алкогольного или безалкогольного напитка содержит какое-либо уточнение или пояснение относительно качества напитка как называется это лакомство трдельник это традиционная выпечка в ряде стран центральной европы готовится путем наматывания дрожжевого теста на вертел из дерева и выпекания на гриле сверху трдельник посыпают сахаром грецким орехом или шоколадом трдельник встречается прежде всего в австрии чехии словакии и венгрии как называется процесс поджаривания продуктов а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео пассирование это промежуточная кулинарная операция которая подразумевает легкое обжаривание продуктов в небольшом количестве жира целью является выпаривание сока и размягчение без доведения до подрумянивания что это за продукт в кулинарии широко используются нераспустившиеся бутоны и плоды растения капер с колючей бутоны сортируют по размеру подвяливают в течение ночи а затем солят маринуют иногда консервируют в уксусе и растительном масле какая страна лидирует по производству кофе уже на протяжении 150 лет мировым лидером по производству кофе является бразилия ежегодно выпускается 4 миллиона тонн продукта что составляет 35 процентов мирового рынка такой производственный успех связан и с выгодным расположением государственной территории почти вся она с теплым мягким и влажным климатом что идеально для выращивания кофейных зерен какая страна является лидером по производству чая в китае ежегодно производится около 1 миллиона тонн чая что составляет около 25 30 процентов от всего мирового рынка лидирует китай по потреблению чая именно эта страна является родиной как самого растения так и традиции чаепития что такое конфитюр конфитюр это одна из разновидностей фруктово-ягодных консервов наряду с повидлом джемом или вареньем готовится путем уваривания фруктов или ягод в сахарном сиропе а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа что это за растение в данном коротком ролике и для чего использовали его плоды в ссср в ссср Субтитры сделал DimaTorzok Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.